Лёгкий мороз, солнце, как потратить свободное время в этот зимний период? Многие жители нашего района предпочитают проводить выходные, как говорится, с пользой для здоровья. Катание на лыжах, коньках, санках или, например, рыбалка на замёрзшем пруду. И кому хочется думать, что такой отдых может быть риском для здоровья? Тему продолжит Екатерина Чернышева. Как только наступили морозные дни, любители зимней рыбалки отправились на лёд за уловом. Пруд в районе села Дылдина наверняка знаком многим любителям посидеть с удочкой. Вот такая картина представила нашему взору в минувшие выходные. На улице минус 8. Визуально ледяной покров кажется вполне крепким для того, чтобы выдержать вес человека. Но стоит помнить, что существует реальная опасность пребывания людей на льду. На данный момент лёд ещё не устоялся, так как толщина льда, безопасная для ловли рыбы, составляет не менее 10 сантиметров. Только в таких случаях возможен выход на лёд. Основным условием безопасного пребывания на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузки. Даже на такой ровной поверхности пруда лёд образуется неравномерно. Стоит помнить, что ледяной слой тоньше у берегов, около взмёрзших предметов, подземных источников, в местах сливов тёплых вод и канализационных стоков. Рыбакам рекомендовано иметь при себе при ловле рыбы спасательное устройство в виде длинного шнура 12-15 метров, на котором иметь с одной стороны петлю, а с другой стороны иметь небольшой груз, 400-500 граммов, чтобы за петлю зацепиться рукой, соответственно, а груз этот выкинуть дальше на лёд. Человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодного шока, а также от перехолождения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду. Даже если для вас это просто отдых в выходной день, не стоит забывать о правилах безопасности, соблюдение которых может сохранить вам жизнь. Для начала на берегу наметьте маршрут движения. В случае треска, прогибания льда, появления на поверхности воды, немедленно вернитесь на берег. Причём двигаться надо широкими шагами, не отрываясь от поверхности льда. И самое главное помните, что скопление людей на одном месте увеличивает нагрузку на лёд в несколько раз. От минус 5 до минус 7, то есть в зависимости от этой температуры, в районе 10-15 дней должен установиться вот такой мороз, чтобы был выход безопасным на лёд. По прогнозам метеорологов, в ближайшие недели в московский регион придёт потепление до нуля градусов, что сделает ещё более опасным нахождение человека на замёрзшей поверхности. Не рискуйте своей жизнью и жизнью близких вам людей. Екатерина Чернышёва, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.